МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Баранычах служба озеленения городского ЖКХ приводит в порядок разросшиеся ветви зеленых насаждений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выход на лед всегда сопровождается большим риском и представляет опасность для жизни в Брестской области. В феврале уже зафиксирована трагическая ситуация на тонком леду. В феврале прошел день профилактики инфекции, передающихся половым путем. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа о Вести Барановичем. С января вступила в силу постановление Минздрава, которая регламентирует порядок проведения диспансеризации. Подходы изменились довольно серьезно. За полтора месяца диспансерным наблюдением охвачено около 14 тысяч человек от 18 до 39 лет и почти 49 тысяч старше 40 лет. В Брестской области с начала года около 63 тысяч взрослых прошли диспансеризацию. Во время процедуры, чтобы определить факторы риска развития заболеваний, медики теперь проводят анкетирование и осмотры пациента. На основании этого принимаются решения о необходимости дополнительной диагностики. В Барановичах служба озеленения городского ЖКХ приводит в порядок разросшиеся ветви зеленых насаждений. Также работники удаляют, где это необходимо, аварийные растения. По словам мэра города Михаила Баценко, каждая деревца, рушая на городской земле, застройщик должен компенсировать. Подробности далее. Обрезка дерева – важный элемент ухода. От него зависит, насколько правильно сформируется кронное растение, сколько света, питательных веществ, воздуха получит каждая веточка. Дерево не только омолаживается, но и становится безопасным, так как снижается парусность и ветровая нагрузка на него. В Барановичах служба озеленения городского ЖКХ приводит в порядок разросшиеся ветви зеленых насаждений. К слову, работы проводятся не только в центре, но и в микрорайонах. Отмечу, также работники удаляют, где это необходимо, старое аварийное растение. Такая участь постигнет и хвойные, за которыми прячется здание гурисполкома. Еле больные и не имеют эстетической привлекательности. Каждое деревце, рушее на городской земле, застройщик должен компенсировать – посадить новую зелень. Об этом рассказал мэр города Михаил Баценко во время пресс-конференции с журналистами местных СМИ. В центре города на месте старых деревьев у нас однозначно должна быть высадка. Вот если мы смотрим тоже опять по развитию улицы Советской, Нормальный главный наш архитектор предложил закрыть эти деревья решетками, но надо тоже посмотреть очень внимательно на те деревья, которые растут. Возможно, часть деревьев нам придется снести, те, которые не имеют, опять же, никакого эстетического вида, либо они больные. Понятно, что на их месте мы будем высаживать новые деревья. То, что касается по центру города, например, тополь, я не вижу смысла вообще никакого высаживать. Во-первых, это пух, для аллергиков это большая проблема. Во-вторых, это дерево, которое с годами начинает гнить изнутри. И поэтому с тополями, конечно, надо разбираться. В городских условиях деревья имеют недостаточно развитую корневую систему. Обычное зеленое насаждение растут окруженной плиткой. Растение не получает в нужном количестве воду и воздух. Это приводит к его быстрому гляданию. Сроки жизни сокращаются, оно начинает засыхать. Отмечу, операция по удалению зеленых насаждений, где продолжается движение транспорта и граждан, выполняется максимально аккуратно. Участок огораживается соответствующими знаками. В целом, к озеленению предполагается подходить комплексно. То есть не хаотично, что мы там сделаем вот так, там сделаем вот так, там сделаем вот так. Я могу сказать, что уже некоторые руководители с вами подходят и говорят, а давайте мы вот здесь акумбочку сделаем, да, красивую. Там тоже самое укс, да, говорит. Здесь было бы вот так вот интересно, мы бы здесь там посадили бы такие породы деревьев, там и кустов, и все остальное сделали бы красивее. Ну, то есть эстетика порождает синергию с точки зрения того, что хочется и дальше продолжать украшать город. Через несколько лет обновленные деревья будут радовать горожан пышной кроной. Брестский областной спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси назвал лучшие спортшколы по итогам 2022 года. На заседании Совета учреждения Брестский областной спортивный клуб ФФБ рассмотрели результаты финансово-хозяйственной деятельности летней оздоровительной кампании за прошлый год. Также подвели итоги смотра конкурса среди из Дюшор и Дюш профсоюзов Брещины. В номинации «Лучшая спортивная школа» среди специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва профсоюзов Брестской области третье место заняла Барановическая специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва профсоюзов по спортивной гимнастике и боксу под руководством Анатолия Хвойницкого. В Жабенковском районе в феврале в искусственном водоеме утонули двое маленьких братьев. О том, как мне допустить трагедии и спастись, если вы оказались в ледяной ловушке, рассказал старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановического ГРУЧС Сергей Кулеш. Ежегодно тонкий лед становится причиной трагедии на водоемах. Любители подледного лова и дети оставлены без присмотра. Основная группа риска – они выходят на лед, зачастую игнорируя очевидную опасность. Сейчас лед коварный. Утром выходишь крепкий, а днем подсолнышком раскисает. И можно провалиться там, где утром спокойно проходил. Это значит, пора завязывать зимней рыбалкой и играми на тонкой ледяной поверхности. Опасность зимнего льда в моменты его становления и таяния известна всем. Толщина льда для одиночного выхода должна быть не менее 7 сантиметров. Для двоих человек это уже 10 сантиметров. Сейчас наступает то оттепель, то ночные заморозки. Лед неизбежно танет, тает, весна приближается. Уважаемые родители, хотелось обратиться к вам. В местах, где озера находятся возле учреждения образования, возле жилых массивов, будьте внимательны, узнавайте, чем занимается ваш ребенок. Пусть никто не выходит на тонкий лед без сопровождения взрослых. В феврале этого года уже произошел несчастный случай на воде. В Жабенковском районе в искусственном водоеме утонули двое маленьких братьев. В МЧС 9 февраля поступила информация, что в агрогородке Большой Яковщицы пропали дети. Тела обнаружили в Полынье, примерно в трех метрах от берега. Трагедия случилась в 80 метрах от места проживания детей. По одной из версий, ребята проверяли крепость льда, под их весом он проломился, и, оказавшись в воде, братья не смогли выбраться. Толщина льда в тот день составляла 1,5-2 сантиметра. И такие случаи, увы, не единичны. Сотрудники МЧС и ОСВОД регулярно проводят ряд практических мероприятий, направленных на обучение граждан правилам безопасного поведения на льду. Занятие является неотъемлемой частью боевой подготовки спасателей Барановского городела по чрезвычайным ситуациям. Наши граждане могут быть спокойны. Своевременность вызова, оперативность прибытия обеспечат безопасность наших граждан. В случае чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по телефону 101 или 112. Как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Избежать происшествий можно, если соблюдать меры безопасности. Поэтому еще до прибытия службы спасения пострадавшему нужно следовать четкому алгоритму действий. Не паникуйте, дышите как можно глубже и медленнее. Продвигайтесь в сторону ближайшего берега. Краша на своем пути ледяную кромку руками. Как только лед перестанет ломаться под вашими ударами, положите руки на лед, протянув их как можно дальше. Изо всех сил толкайтесь ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение. Выбравшись на лед, распластайтесь на нем и ползите вперед, не пытаясь подняться на ноги. Ближе к берегу, где лед крепче, повернитесь на бок и перекатывайтесь в сторону берега. Выбравшись на него, попытайтесь добраться до ближайшего теплого помещения. Спасатели напоминают, что в любом случае при выходе на лед необходимо быть в спасательном жилете. Адвокаты Беларуси ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси проведут 23 февраля акцию по бесплатному консультированию военнослужащих. Мероприятие пройдет в первой половине дня во всех регионах страны. Подобные акции проходят в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Сегодня профилактическая работа по предупреждению инфекции, передающихся половым путем в Барановическом регионе, нацелена на охваты всех категорий населения и в большей степени молодых людей в возрасте до 29 лет, от которых зависит социальное и экономическое будущее нашего общества. Зачастую ИППП протекают скрытно, без каких-либо ощущений со стороны больного. В каждом городе работает ряд учреждений, где можно пройти обследование на ИППП и ВИЧ-инфекцию. Например, в Барановичах это городской кожно-венерологический диспансер, улица Торфяная, 31. 19 февраля отметили День профилактики инфекций, передающихся половым путем. Сегодня профилактическая работа по предупреждению инфекции, передающихся половым путем в Барановическом регионе, нацелена на охваты всех категорий населения и в большей степени молодых людей в возрасте до 29 лет, от которых зависит социальное и экономическое будущее нашего общества. Как отметила врач и дерматовенеролог Барановического кожно-венерологического диспансера Екатерина Сикор, на сегодняшний день известно 30 заболеваний, которые могут передаваться половым путем. Существующий высокий уровень заболеваемости ИППП создает угрозу роста ВИЧ-инфекции, поскольку наличие ИППП увеличивает риск инфицирования вирусом иммунодефицита человека от 3 до 22 раз. По словам Екатерины Сикор, все инфекции, которые могут передаваться при половых контактах, условно можно разделить на излечимые и неизлечимые. На сегодняшний день полностью избавиться от вирусных инфекций, таких как ВИЧ-инфекция, герпес половых органов, нельзя. Большинство же ИППП, например, гонорея, сифилис, трихомониаз, успешно излечивается при своевременном обращении к врачу. Негативное влияние ИППП на организм человека не всегда ограничивается только поражением половых органов и сексуальным дискомфортом. При несвоевременной диагностике или неадекватной терапии заболевания могут приобретать хроническое течение и стать впоследствии причиной поражения других органов и систем. Суставов при хламидиозе, сердечно-сосудистой нервной системы при сифилисе, вызвать онкологические заболевания, рак шейки, матки при заражении вирусами папилломы, а при ВИЧ-инфекции привести к летальному исходу. Как подчеркнула врач и дерматовенеролог, у женщин репродуктивного возраста заболевания, передаваемые половым путем, могут стать причиной различных сексуальных расстройств, бесплодия, внематочной беременности, привести к выкидышам, преждевременным родом, врожденным уродством плода, мертворождению, инфицированию плода и ППП и ВИЧ. У мужчин и ППП также способствуют развитию бесплодия и сексуальных нарушений вплоть до импотенции. Зачастую такие заболевания протекают скрытно, без каких-либо ощущений со стороны больного. Особенно часто такое встречается у женщин. Для обнаружения болезни нужен профессиональный осмотр, а самое главное – лабораторное подтверждение болезни. В каждом городе работает ряд учреждений, где можно пройти обследование на ИППП и ВИЧ-инфекцию. Например, в Барановичах это городской кожно-венерологический диспансер, улица Торфяная, 31. Своевременные обращения и диагностика ИППП позволяют начать адекватное лечение имеющихся заболеваний на ранних этапах. Как правило, в таких случаях не требуется госпитализация в стационар. Сроки лечения относительно небольшие, заболевание удается полностью излечить. По словам Екатерины Секоры, лучший способ профилактики – отказ от рискованного сексуального поведения. 21 февраля в разных странах мира отмечается Международный день родного языка. Праздник был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и отмечается с 2000 года. Дата была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Даке, Бангладеше 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка Бенгали, которые не требовали признать одним из государственных языков страны. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6000 языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей. Ежегодно в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят различные мероприятия, посвященные определенной теме и нацеленные на содействие и уважение, а также на поощрение и защиту всех языков, особенно языков, находящихся на грани исчезновения, лингвистического разнообразия и многоязычия. Одна из причин исчезновения языков – неравномерное распределение по количеству носителей. Язык вымирает, если на нем разговаривает менее 100 тысяч человек. В Беларуси на протяжении недели пройдет целый ряд мероприятий в рамках Дня родного языка. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова